Вот, пацаны, смотрите, вот что такое ланч 700 сил плюс на зимней резине. Вот так это обычно заканчивается. Ну что, пацаны, это, наверное, второй наш выпуск лайва. Все вы мне там говорили, что я мата, вы уж меня простите, но это мой способ самовыражения. И понимаете, как бы, я человек такой достаточно прямолинейный, и как бы что, на уме, то на языке. Уж никто, пожалуйста, не осуждайте меня, я все понимаю. И дети, может, даже смотрят. Я надеюсь, что я молодому поколению смогу что-то дать, передать, показать, потому что я помню себя молодым, когда я там смотрел какие-то тоже ролики, и думал, боже мой, когда-нибудь я тоже, да, 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 да. Но тогда было немножко, может, и условия нежизненные не те, и что-то там не получалось, вот. И всех интересовало, какая была моя первая машина, это был ВАЗ-2108, баклажанового цвета, я проездил на ней три недели и р**бал, р**бал в щепке просто, р**бал. На Дмитровском шоссе я р**бал так, чтобы р**бал, там ни хера от машины не осталось. Но, тем не менее, я умудрился того Васи, он, б**ть, б**ать с него 60 тысяч рублей, хотя машина стоила 78, получить с ОСАГО еще 50, вот. И потом еще что-то он мне доносил, что-то отдавал, потому что приехали, короче, мои пацаны бородатые, вот. И мы б**али у него, б**ть, что-то, б**ть, Тот бедный ходил тряться, ну, как бы он был виноват в аварии, вот, и я как бы любил эту машину, потому что это была первая, вы понимаете, первая русская, и развалюха такая, но ничего, она была первая. Почему там продал тот же цель? Машина, ну, такое г**но, извините меня. Да, она ни разу не ломалась, ни разу эта машина меня не подводила, я каждое утро садился в нее, заводил и уезжал. Но я когда ее покупал, я думал, б**ть, е**ть, эмоции, то же самое, что М5, г**ть, е**ть, фуфт. Для пенсии просто нажать где-нибудь на автобане и все, вот только в этом эта машина и есть. Ну и, конечно же, как бы, когда ты доходишь до такого момента, о, пора поменять тормозные диски, ты открываешь, и один тормозной диск стоит 100 тысяч, один, 100 тысяч, е**ть, 100 тысяч за тормозной диск, вы что, е**ли, что ли, в Мерседесе, вы там че, е**ть, курите, а ношу, что ли, б**ть, гариком мешаную и коксом занюхиваете. Как вы думаете, ребят, сколько стоит перехватывающие парковки? Вот за 14 дней 12260 рублей, 13, 13260 рублей, я и урод, е**ли, е**ть, 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 е**ть. Давай краткий обзор Audi R6, что ли, сделаем. Пацаны, я смотрю, смотрите, смотрите, как у меня у нас точило получилось. Залон, балон, зал завести не можем, сдохло. Вы, е**ть, посмотрите, какой, е**ть, это оригинальный летнее колесо стоит, летнее колесо, пацаны. Давайте послушаем звук выхлопа, которого нет, давайте, да, звук выхлопа, выхлоп, пацаны, послушаем, б***ь, 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 холодная атака, б***ь, семерка, не знаешь, чья. Кинули. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сделали расширение, кстати, самое ключевое, что это когда-то был седан, ну, был когда-то, ладно. Сейчас нужно машину чуть-чуть доделать, подготовить ее к гонкам и, скорее всего, в этом году мы на этой машине будем покупать в RDS или едем еще. Ну, с чего-то надо будет, в любом случае, начать. Вот. Эта машина будет, наверное, светиться везде. Что-то мне живот захотелось пить. Ты сейчас снимаешь пидор, ерунда. Хочешь, что-то меньше кофе пить. Надо вообще перестать пить. Нет, пить перестать от себя не уважать. Пить перестать нельзя. Нельзя просто так глядь и бросить пить, понимаешь? Нельзя просто. Ваня бутылками скорее есть. А по торговле. А вот это же самая проблема. Не понимаешь, вот когда обычно начинаются вот такие вопросы, то обычно хуело заканчивается. Ну, слушай, у нас всего 0,7 зайчик. В смысле, я 0,5 жил по соточке. Ну, и что это? Ну, мне достаточно. Ну, что я, блядь, как обычный, блядь, он поедет за бутылкой, блядь. Я что, не знаю, как это не заканчивается? Тащи, тащи свою бутылку. Мне очень нравится, знаешь что? Ширина задних колелок. Вот именно, как бы, когда... На примере просто даже... Ну, вот это обычный iPhone 7, это не плюс. Так, телефон. Вкрылся в полке. Ну, давайте с пол. Полка размером с телефона. Ничего необычного. Ладно, давайте поставим машину внутрь. Конечно, здесь нет ни хрена. Вот. Все еще стоят обычные стекла, не пластиковые. Стоит два ковша. Полностью убаленный каркас. Крыша спилилась. Каркас ставился. Без кузов проварился. Кузов усилил. Машина жесткая, что... Я ее даже вот покачать не могу. Хотя, ну, я парень не слабый, но просто, например... Сука, двигаться, блядь. Машина двигается вообще никуда. Стоит как мертвый. Но самое ключевое во всем этом, это как я в нее залезаю. Ну, это я привыкнул просто, вы тоже поймите меня. Я тренироваться просто делаю. Так, одна нога есть. Смотрите, мы почти в машине. Итак, мы внутри. Ставь вдох. Да. По херу. Продолжаем. Внутри у нас есть обычный руль. Обычная машинка. Вилл узкая. Тормозная. Есть коробка. Гитракт. Тахометр. Датчик температуры масла. Датчик температуры воды. Больше нет ни хуя. Скорость. Скорость определяется по бассажированию пассажиров. По навигатору? Нет, по бассажированию пассажиров. Капсажиров срелся, значит это еще нормально. Капсажиров глинет и срелся, значит пара хватит. Ну, как бы в машине, как видите, нет ничего, кроме полов. Здесь пол можно даже увидеть другой пол сервиса. Ключ нормального автомобиля выглядит, не покажу, его у меня нет. Ключ автомобиля Корча выглядит вот так. Вставляем вот сюда ключ. Поворачиваем. Зажигание. Бензонасос. Фары. И что-то еще не помню. Доводим. Вот так ключи воносит. Вот так ключи воносит. Ну, вы поняли. Едет. Мало ли траншечка едет. Майкерт, я бы сказал. Ну, а ручничок хочется подергать уже. Представляешь, это длинные такие, если выскакиваем по весне. Ты сидишь здесь, уже сидишь, сышься и срешься, блядь. Это не импять нихуя, братан. Здесь ты точно обгадишься. Мы улетаем в ручник. Ба-ба-ба-ба-ба на все бабки. Ладно, давай кушайте, а то он вонючая страшная, блядь, мразь. Все, умерла. Нет, надеюсь, не умерла. Ну, давай продолжим теперь, я как буду из нее вылезать. Это самое смешное. Фу. Там еще будет музыка, знаешь, такая. Тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру. Ну, тебе смешно. А вот, Евгений Александрович, блядь, не понятно. Обумевает. Фу. Это получилось в первого раза. Кстати, что, достаточно странно. Все приходит с опытом все-таки. Ладно, пойдем. Поставим на багажник. Как бы... Багажник нормальный человек. Багажник курильщика. Багажники у нас есть. Насос, бак и аккумулятор. В принципе, больше нихера. Спортивный бак на 40 литров. В баке установлена специальная прокладка, чтобы, когда раздаешь боку, чтобы бензин не расплескивался. Чтобы удерживался в одной позиции. Ну, в принципе. Все. Никаких систем. Только ты и твой корч. Пара. Блябуль. Самое честное. Самое честное. Это самое честное Е30, которое существует в нашем мире. А еще, ты знаешь, здесь на самом деле, когда-то был люк. Он был так смешно заделан таким пластиком, который был так гвоздиками прибит. Со саморезиками закручивает. Не, ну, в последствии, конечно, люк заварили нормально. И появился кусок железа. Мне кажется, это что-то поклевал. А? Кусок поклевал. Не издеваешься, блядь? Что-то, что-то шпаклевать это, блядь? Какой же мой патель должен был? Чем ровнял бы? Ближение выполнял бы? Ну, как там? Вот так это шептилось? Пятился, да? Ну, что, будем рассказывать про Е30? Да я уже снимаю. Да я уже понял, что ты снимаешь? Я вообще не тебя спрашиваю, придурок. Бля, окей. Несколько лет назад один мой хороший друг, его зовут Сергей, начал строительство этой машины. Начал он ее с того, что купил он ее уже почти собранную. Эта машина выступала уже в каких-то гонках. Насколько я знаю, это было кольцо и дрифт. Она занимала даже какие-то призовые места. Она была без мотора. Она была в ужасном состоянии, гнилая. Серега собрал мотор из того, что было. Получился у него низ был от X5. Какой там? 4,4 получается. 4,4-53. И, соответственно, от 38-ой семерки. В 11. И того у нас получился мотор на как-то пиздатых гинзах, лапанах, кольцах и так далее и тому подобное. Что позволило добиться объема 4,6 литра. И, соответственно, с колес Валтехно этот автомобиль снял 425 площадиных сил с колеса. То есть на маховике мы где-то имеем, с учетом трансмиссионной потери, ну около-таки 100 сил. То есть под капотом этой машины есть. Но нужно сказать то, что эта машина весит всего лишь 800 кг. То есть соотношение массы к отдельной мощности составляет 1 к 2. У мотоциклов это составляет 1 к 1. Следовательно, та же М5. Ну, то есть по сравнению с этим не едет вообще.